В Молдове слишком часто определяющей становится позиция той партии, которая на выборах займет третье место. Они при формировании коалиции могут пойти направо, а могут и налево. Вот ДПМ, например. Ее депутаты утверждали, что их все время тянет к правым. Получая стабильно третий результат, демократы за эти годы партнерствовали с партиями Мирча Снегура, Юрия Рожки, Валерия Матея, Михаила Гимпу, Влада Филата и многими другими. И вот теперь Акум. Они тоже третьи, но говорят, что идти никуда не хотят. Ни направо, ни налево. Их понимают далеко не все. Некоторые даже утверждают, что они так и останутся стоять на месте. И, дескать, это не позиция вовсе, а поза. Но лидеры Акум совершенно уверены в своей правоте. Они говорят, что они люди принципиальные. Что ж, обсуждать любые принципы весьма логично именно у нас. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня в студию обсуждать повестку дня, сегодняшнюю политическую. Я пригласила известных вам людей. Это уже оба депутата парламента. Владимир Цуркан, партий социалистов Республики Молдова. Владимир Боля. Локакум, пока еще так. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Свою позицию можете выразить и вы. Для этого вам необходимо набрать один из предлагаемых номеров телефонов. Итак, давайте начнем сначала. Хочу послушать вас, господин Боля, в первую очередь. Объясните, пожалуйста, позицию Акум. Почему так? Почему и социалисты предлагают, и демократы предлагают, а вот Акум никак, ни с кем. Ну, смотрите. Предвыборная кампания начинается за день или за месяц до самих выборов. И, в принципе, мы все время говорили на протяжении последних трех лет. Ровно столько нашей партии. Партии ПАС и блоку Акум намного меньше. Шесть месяцев. У нас была очень четкая позиция по отношению к партиям, которые вошли в парламент и те, которые не вошли. Мы говорим о партии социалистов, о партии демократов и нововыявленной вот этой партией ШОР. В принципе, мы, со своей точки зрения, все время говорили, что эти партии являются партией власти. И они совместно создают один и тот же, ну как, контент политический. Мы их не разделяем. С нашей точки зрения, они идут совместно, хотя они и называются совершенно по-другому. Они являются юридически три разные партии. Но с точки зрения нас, наших лидеров и наших идеологов, а также наших избирателей, мы считаем, что это одни и те же политические партии. Поэтому мы не видим никакого отличия между партией социалистов. Мы их не считаем оппозиционной партией, во-первых, с партией демократов. И если мы не быть голосованными, то если мы вернемся, допустим, к лету прошлого года, когда они... И мне было очень интересно, как это было возможно. Вот, допустим, мы все помним, когда Демпартия вышла с лозунгом об изменении избирательной системы. Они целых шесть месяцев мы солили тему одномандатного избирательной системы. Шесть месяцев. И в один прекрасный день они пришли в парламент голосовать за свою одномандатную систему. И в течение нескольких часов, это очень хороший опыт, я думаю, что наши коллеги из партии социалистов с нами поделятся, они взяли и переняли, и проголосовали за проект, который выдвинули социалисты. При том, что они пришли со своим проектом, законодательным проектом. И они взяли за несколько часов, они не то, что переняли, они даже проголосовали. Вот этот факт и многие другие, говорит о том, что в принципе социалисты не являются в оппозиции, в реальной оппозиции к Демпартии. Они прекрасно сотрудничают. И мы помним выражение господина Воронина, где говорят, что они больше 400 раз проголосовали вместе с Демпартией. Поэтому мы не видим никакой разницы. И кроме того, что мы подписали тот договор в декабре месяце о том, что мы никогда не войдем в никакую коалицию с ними, мы не видим смысла в самих вот этих коалициях. Потому что, по сути, мы ничего не сможем изменить, вступив в коалицию с Демпартией или вступив в коалицию с партией социалистов. Поняла, Гудай Иванович, ну вот такая позиция. Смотрите, вот есть у нас избирательный блок, пришли третьими. Смотрите, вот они говорят, мы не хотим. И с вами не хотим. Нет смысла. И с вами не хотим. Они говорят, ну вот премьера вашего уже демократы сегодня предлагают. Пожалуйста. Мы все равно не хотим. Понимаете? Вот объясните мне, пожалуйста, чего они хотят на самом деле? И почему так происходит? Ну, я извиняюсь, конечно, не будет, наверное, это этично, если я буду объяснять, чего они хотят. Нет, я сказала, на самом деле. Это важный нюанс. Ну, на самом деле, мне кажется, что без обид, мне кажется, что сегодня блок АКУМ находится в определенной прострации послеэлекторальной. В том плане, что они сейчас действительно не определились четко, чего же все-таки они хотят. Потому что если внимательно посмотреть и послушать вот то объяснение, почему они отказались начать предварительные дискуссии, диалог, переговоры в ответ на предложение партии социалистов, если на партию демократов сразу ответили нет просто и все, то здесь, значит, сделали ссылку, вот сейчас коллега по плато подтвердил, что вот мы обещали своими избирателями и так далее, и так далее. Но в то же время ссылаются на то, что задача, которая стоит перед блоком АКУМ, это, значит, освобождение государственных структур от захваченных олигархами в результате, прежде всего, элементов и не элементов, а системы политической коррупции, о которой мы тоже всегда говорили, говорим и будем говорить, пока она будет существовать. Ведь именно демократы и породили эту политическую коррупцию, говоря о парламенте, когда они, придя с 19 мандатами, в конечном итоге получили то, что имели, наконец, значит, вот этого 20-го созова парламента. В этом смысле у нас ведь было единое, во всяком случае во многом схожее понимание того, что сделали демократы. Это первое. Второе. Я хочу напомнить, что именно по этому поводу мы вместе, кстати говоря, отставив в сторону все вкусы, интересы, приоритеты геополитические, значит, вышли в том числе и на те самые протесты совместно. Да. Значит, то есть точки соприкосновения есть, есть. Ну вот все думали, что... Именно поэтому, именно поэтому... Я прошу прощения, Владимир Владимирович, все думали, что точка соприкосновения, в принципе, одна вырисовывается, да? Это то, что вот все говорили, что необходимо менять систему, необходимо бороться конкретно с демократической партией. И освобождать институты государственной власти. Кстати говоря, у нас вот в этих понятиях иногда и аналитики политические, и журналисты запутались, называя то коалиции, то альянсами и так далее, и так далее. Вообще, чисто по теории, есть разница, есть разница, потому что коалиция, это, ну, применительно к политике союз, договоренность определенная... Оформленная даже, я бы сказала, договоренность. Определенная договоренность между партиями по поводу достижения конкретной цели. При этом, вот эта вот договоренность, она не касается остальных моментов, идеологических, программных, которые есть у одной или другой партии. Ну, в частности, говоря о геополитике. Альянс – это более, скажем, высокий уровень этой договоренности политической, который предполагает не просто вот эту вот, значит, письменную форму, но и определенную программу действий по целому ряду спектров, в том числе и геополитических. Поэтому, когда мы говорим об альянсе практики молдавской, значит, политики, то мы говорим об альянсе один, два, три, я уже не помню, сколько их было, но они все были связаны целым рядом таких вот договоренностей по различным аспектам, в том числе, кстати говоря, и тот самый дележ портфелей. Мы в данном случае предложили, и те предложения, которые поступили, вот давайте, если вы за государственность, за нейтралитет, чтобы была республика Молдова, чтобы она была нейтральным государством, чтобы мы действительно смогли начать строить нормальное для людей государство, ну давайте мы встретимся и начнем обсуждать, как мы это сделаем. Потому что ведь каждому понятно, это, кстати говоря, абсолютно прагматичный подход, который предполагает данная ситуация, то есть никто не имеет необходимого большинства в парламенте, значит, нужно искать вот те самые точки соприкосновения, с чего начинать. Это и было, в этом была суть нашего предложения. Давайте встретимся и обсудим конкретно. Вот есть эта точка соприкосновения, она сохранилась у нас, которая была ранее. Вот давайте мы ее обсудим, как мы это можем сделать. В одиночку, я извиняюсь, в одиночку. Никто этого не сделает. Это все понимают про одиночку, но понимаете как, у нас все это пытались упрощать. Что в молдавской политике воспринимается гораздо проще? Это когда дружат против кого-то. Вот вы предлагаете, давайте за государственно, давайте за нейтралитет, да, вот вы предлагали за. В принципе, подавляющее число аналитиков и политологов воспринимали вот эти переговоры, как, ну, за у вас разное, может быть, но есть нечто, что вас объединяет. Вы можете дружить против. Против нынешней демократической партии, да. И вот в этой ситуации многие остались, господин, более разочарованными. Почему вы, блок, который говорил о том, что вы выступаете за то, чтобы свергнуть эту власть, у вас появляется прекрасная возможность доказать это на деле? Что вы говорите? Вы даже к переговорам не приступаете. Нет никакой вашей должности прекрасной. Смотрите, основная проблема Молдовы, и она начинается с, не знаю, пару лет назад, она вообще начинается с 91-го года. Что за все вот эти 27 лет, или 28, или 29, или уже 30, если мы говорим с 89-го года, Молдова так и не сумела построить правовое государство. Вот понятие правового государства в Молдове отсутствует напрочь. И мы видим в конечном итоге захваченное государство, что и не позволяет. И мы не говорим о том, что оно сейчас захвачено, но сейчас оно было и при Филате захвачено. Потому что вот тот телефонный разговор Филата с начальником финансовой структуры, когда он диктует ему, иди, накажи того, того оставь в покое. Вот ты являешься главой налоговой службы. Налда, да, да. То мы говорим о захваченном государстве. Потому что ни один премьер-министр, ни один министр, никто не может себе позволить так говорить по телефону с госслужащим, который выполняет волю народа, у него есть там фискальный код или еще что-то, что он должен выполнять, а не приказы кого-то премьер-министра. То есть тогда тоже было захвачено государство. На сегодняшний день это государство захвачено одной партией. Мы должны говорить о структурных изменениях и должны смотреть с самих начала, с истока вот этой проблемы. С 91-го года, когда была вот эта приватизация, которая по сути была ничем иным, как рейдерская атака на всю имущество населения, никто не понес, ни один политик не понес наказание за те рейдерские атаки, в результате которых 95% населения стали за чертой бедностью. Понимаете? Я понимаю, но я вам не верю. Я объясню, почему. Почему вы не верите? Я не верю, потому что если бы не было вот тех моментов, которые вы, не вы лично, да, а представители блока АКУ, вот эти, как вы называете, это законопроектами, но это еще не законопроекты. Это не законопроекты, конечно. Это проекты, абсолютно точно. И в них вы не смотрите на 91-й год. Вы предлагаете совершенно конкретные вещи, которые по вашему мнению должны случиться на первом заседании. Ну как, на первом заседании. По сути мы говорим о том, что нет правового государства, государство захвачено. И с этого нужно начинать. Все остальные проекты, о которых говорят наши коллеги социалисты по парламенту, они их невозможно исполнить, потому что у нас прокурор политический, у нас конституционный студент политический, у нас чек политический, они у нас все подчинены одной партии. И все, что будет делаться, все, что будет делаться без исполнения вот этих вопросов, которые мы говорим, они могут прийти в парламент и от них, от кого угодно. Мы проголосуем за них, потому что они являются самыми важными для того, чтобы начать развивать и освобождать нашу страну. Но вам говорят, что это юридически неграмотно. Почему, Владимир Иванович, вы считаете, что это юридически неграмотно? Ну, давайте сейчас, если перейдем к юридической стороне. Ну, вот, да, эти проекты. Дело в том, что в соответствии с законом о регламенте, вначале должно произойти учредительное собрание. Нет, мы это все знаем. Нет, но дело в том, что без этого невозможно дальше идти. После этого, естественно, дальше уже идет процесс формирования, начиная с парламента. Но до того, как начинать плыть по этой реке парламентской деятельности, если мы хотим определиться, а как мы будем действовать, вот для этого и проводятся вот эти предварительные, до этого заседания, до этих заседаний. Значит, чтобы не превращать заседания парламента, ну, в такие, знаете, бесплодные эмоциональные всплески и дискуссии, нам нужно понимать и знать, что мы хотим сделать, а самое главное, как мы это можем сделать. Потому что, если, допустим, не будут сформированы рабочие органы парламента, именно в силу того, что нет конкретного видения и договоренности, как это сделать, то тогда вообще ничего не может быть принято. Потому что таков закон, таков регламент. Это правильно, потому что учредительное заканчивается одним этапом, а потом начинается уже работа рабочих органов парламента. Но я еще раз говорю, для этого необходимо все-таки в начале, ну, хотя бы, так, в цивилизованном мире так делается. Хотя бы сесть за сто переговоров, да, и пытаться что-то вот позиции сверить, элементарно. Конечно, предварительно, тем более, что тот же закон и Конституция позволяет это сделать по времени, я имею в виду. Смотрите, первое заседание учредительное может быть проведено не позже 25-26 марта. То есть, в принципе, как бы еще есть и время для того, чтобы определиться. Потом дальше уже часы запускаются, запускаются часы. Если мы хотим в этот период времени что-то сделать, то тогда надо определяться, а кто это будет делать, что мы хотим сделать и самое главное, как мы это будем делать. Без этого видения, ну, это все превратится просто в такое, знаете, продолжение каких-то риторик электоральных, послеэлекторальных, назовите как угодно. Но для людей, почему мы говорим, ведь люди ждут не этого от нас, люди ждут конкретного решения этой проблемы. Вы сказали, что мы хотим, и мы это подтверждаем, мы тоже хотим освободить института государственной власти от монополии одной политической партии. Мы хотим это сделать тоже. Причем, кстати говоря, вы назвали там пример Филата, можно пример Гимпу вспомнить, канал директора УСИСа звонил и так далее, и так далее. Вопрос не в этом. Европейцы конкретно в своих и высказываниях, и резолюциях конкретно признали этот факт, что Молдова является, если не ошибаюсь, генсек ПАСЕ первый, который сделал это заявление, что Молдова является захваченным государством. Но вот сейчас нужно двигаться по пути этого освобождения. Значит, как мы это должны сделать? Это очень важно, потому что юридически, юридически, прокурор генеральный, ну вы же прекрасно знаете, что сегодня в Конституции предусмотрено, что освобождение генерального прокурора осуществляется на основании указа президента по предложению Высшего Совета прокуроров. Значит, мы должны внимательно изучить все это законодательство и посмотреть, есть ли возможность, и где именно, и что, и как, и чтобы это было поддержано, вот тем самым, ну, большинством, которое будет вот для этой конкретной проблемы будет создано. Вот об этом мы должны были бы, по идее, встретиться и поговорить, в том числе, в том числе. Я еще раз говорю, мы ведь не предлагали говорить о том, каким внешнеполитическим вектором заниматься. Более того, и в нашем предложении, и, кстати, сегодня президент страны на Бакинском форуме четко еще раз подтвердил, что речь идет о проведении взвешенной внешней политики, которая предусматривает, а, восстановление стратегических отношений с Россией, и, б, продолжение взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом, Соединенными Штатами, с СССР и другими партнерами. То есть этот момент сегодня, скажем так, не самый такой горячий или не тот, который нас сегодня может разъединить. Сегодня мы должны искать точки соприкосновения. Поэтому, кстати говоря, это ведь наше предложение было тоже не результат, дискуссии просто, вот, я не знаю, внутри партии. Мы ведь тоже советуемся и советовались во время избирательной кампании со своими избирателями. И по итогам выборов, когда все увидели итоги выборов, да, мы тоже в определенной степени недовольны этими результатами. Потому что я с вами совершенно согласен, ну, партия. Так, я бы сказал, так называемая, проект так называемой политической партии ШОР, в народе его почему-то все назвали партия ВОР. Ну, понятно почему. Значит, то, что появилось сегодня в парламенте, понятно, что с ними говорить никто не будет и не собирается. И мы прекрасно понимаем, в какую сторону они уже пойдут, пошли и так далее. Поэтому люди нам сказали, ну, хорошо, так вот, у вас есть с кем предварительно поговорить, вот, давайте говорите с ними. Мы поэтому сделали это предложение. Дело в том, что у нас нет двух риторик, понимаете? У нас нет предвыборной риторики, у нас нет послевыборной риторики. Правда, она всегда одна. Ее говоришь все время, если ты ее говоришь. И, в принципе, мы не можем поменять сейчас и сказать, что нет, социалисты не являются партией, которая сотрудничала все время с Демпартией. Тем более, что они были все время в парламенте, они были все время, имели президента последние три года. Они имеют, не большинство, а имеют, и в городском совете наших имеют представителей. И тот факт, что на сегодняшний день, на сегодняшний день они нам предложили, мы это приняли как игру, просто как игру со стороны партии социалистов. И мы не можем включиться вот в эту игру. Ну, вот смотрите, недоверие, да, ну, понятно. Но проблема в том, что вот недоверие уже Акуму стали выражать те люди, которых сложно заподозрить в симпатиях к партии социалистов. Вот смотрите, например, господин Бацан. Небезызвестный вам политолог, да? Ну, конечно, знаю. Да, да, конечно. Вот он прямо сказал, предложенные Акумпроекты являются скорее встречным предложением для демократической партии Республики Молдова. Тем самым, да, вы читали, да. То есть, понимаете, то есть нельзя сказать, что только социалисты, вот вы им не верите и так. Потом еще очень много политологов, которые на самом деле поддерживали вас в предвыборной кампании, они тоже считают, что упускается шанс. Ведь, по большому счету, любые самые важные решения всегда начинаются с чего? С переговоров. Потому что люди сели, по крайней мере, обозначили свои позиции, сказали, вот для нас важно то-то, то-то, а для вас то-то, то-то. Но даже этого не случилось. Я извиняюсь, пацан, еще одну интересную такую, я извиняюсь, одну такую мысль выслушиваю, что говорит, ну вот, надо будет, наверное, тогда, наверное, демпартия пригласит генерального прокурора, и он подаст в отставку. Да, уговорят, не только генпрокурор. Но он это достаточно иронично и с сарказмом это все высказал. По большому счету, да. Всем понятно, что этого не произойдет. Нет, ну смотрите. По большому счету, он поставил двойку юристам блока АКУ. Так, если разобраться. Нет, у нас очень хороший юрист. Но это не я, это, извините. Нет, я понимаю, да. Ну, пацан не может ставить оценки нашим юристам, он будет ставить своим юристам оценки. Смотрите, для того, чтобы были начаты сами по себе вот эти переговоры, мы всегда проводим анализ. У нас научный подход, методологический научный подход основан. То есть, мы смотрим на, что было сделано партией социалистов за последние годы. И мы там не видим ничего другого. То есть, партия социалистов всегда была включена в все процессы недемократического характера. Даже начиная с тех выборов, допустим, президента, когда мы видели, что жители республики Молдова тоже свозили для того, чтобы голосовали. Вот в этом году мы видели опять своз и оплату. Ну, конечно, никто не подтвердил документально то, что была оплата этих голосов. В конечном итоге это было нарушением закона. Оно было даже против социалистов сами, потому что они больше голосовали за Демпартию и за представителей Демпартии. То есть, поддержка некоторых процессов, которые в какой-то определенный момент были в пользу партии социалистов, в конечном итоге эта палка всегда имеет два конца, и это уже против социалистов пошло, говорит о том, что сами по себе все начинания социалистов на сегодняшний момент, это просто игра. Это просто игра. То есть, надо быть всегда последовательным в своих поступках. Даже учитывая то, что будет огромное количество политологов, будет огромное количество людей, которые когда-то поддерживали АКУМ, выйдут и скажут, что мы поступаем неправильно, по их мнению. Хотя я думаю, что мы должны быть последовательными в своих решениях. И если мы приняли какое-то решение, мы должны ее придерживаться. И пока социалисты не докажут на деле, не просто на словах, это просто слова, не подвержены ничем. И мы всегда все знаем, что слова без реальных поступков вообще ничего не значат и ничего не стоят. Мы не можем принять никаких приглашений ни на какие беседы, потому что просто нет никакого доверия. Потому что все факты и все поступки до сегодняшнего дня социалисты говорят об обратном. Вы извините, я не могу не ответить в таком случае, что и это ваше заявление, и вот этот так называемый пакет предполагаемой законопроекта, это тоже просто слова. Просто слова, а мы, кстати говоря, в период деятельности своей в этом уже ушедшем парламенте, кстати говоря, очень многие из этих вещей пытались и поднимали, в том числе и по поводу расследования вот этой кражи миллиарда, и в том числе по аннулированию закона о возложении этого миллиарда на плечи людей и так далее. И вы видели, к чему это приводило? Кстати говоря, по количеству мандатов примерно то же, что у вас сегодня. И вы видели, к чему это в конечном итоге приводило. Поэтому мы эту дорогу, которую вы говорите, что вы хотите пройти, мы уже прошли. И, наверное, надо в данном случае учесть этот опыт того, к чему это в конечном итоге может привести, если у тебя нет с кем решать эти вопросы. Я лично вам обещаю, как депутат от БВК, что любой законопроект, мне без разницы, от какой это партии будет, но если это будет на пользу нашего государства, на пользу нашего государства, и для людей этого государства, я проголосую. Я лично проголосую. То есть такого не будет, мне без разницы. Все, что идет на пользу. А партийная дисциплина у нас построена на том, главном интересе, это для людей и в пользу государства. Это интересное заявление. Я его запомнил. Нет, смотрите, я не зря это говорю. Это телевидение. Это телевидение. И это всегда можно будет мне в лицо тыкнуть. Вот поверьте мне, я не зря это говорю. Для телевидения я хочу сказать, что в политике необходимо быть гибким. Гибким с точки зрения того, что вот я вчера сказал вот так, значит, я буду двигаться вот так, без конкретной коррелации своих действий, исходя из... Не, конечно, отступая от принципов. Я согласен с этим. Можно я вас дополню бисмарком? Я не исполчу. Пожалуйста, бисмарк... Политика есть искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать пользуясь всего, даже из того, что претит. Очень хорошо он сказал. Как-то у него, да, много... У меня еще есть. Давайте. Да, Карл Маркс, хотите? О, замечательно. Да, не могла себя отказать. Послушайте. В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя. Может быть, вы не уверены, понимаете? Возникает вопрос, уверены ли вы, да? Вот возникает вопрос, параллельно, наверное, с этим. Я, извиняюсь, я не вправе, может быть, задавать вопросы, но я для себя в том числе... У нас свободная дискуссия, параллельно так не будет. Риторически задаю вопрос. Вот скажите, а для кого выгодна такая позиция блока АКУМ? Вот сегодня, вот как вы думаете, кто большую выгоду из этого извлечет? В смысле? Те, кто захватил это государство? Или нет? Я думаю, что в политике, кроме того, что говорил Бисмарк и Карл Маркс, надо еще предусмотреть на несколько шагов вперед. Мы являемся новой партией, которая уже прошла через три цикла избирательных. И мы приходим, и мы стараемся прийти и предложить людям новых видов политиков. Вот последовательных, серьезных, которые не меняются во взглядах. Потому что в этой предвыборной кампании и в этом периоде вообще, будучи кандидатом на Буйканах, я встретился с огромным количеством людей, которых не то что прийти, а их тошнит от политиков. Вообще от людей, которые в процессе предвыборной кампании рассказывают кучу всяких там небылиц, а когда приходят власти, абсолютно от всего отрекаются и начинают творить какие-то новые чудеса. И я не говорю тут о левых или о правых, о всех абсолютно. Вот полностью от всех. Люди не то что, они ненавидят политиков на сегодняшний день. И я считаю, что на сегодняшний день должны прийти люди, и я думаю, что они пришли, и они во всех партиях есть. Это люди последовательные, люди, которые помнят свои слова, и они держат свое слово. Меня учили пять лет в определенных кругах серьезные люди, что слово это непросто. Правильно учили. Можно ужесточить вопрос? Я вас учу. Жестче, чем Владимир Иванович Адам. Вот в результате такой позиции о ком. Вот у вас она такая, какая она есть, и вы их будете придерживаться. Понятно. Вы исключаете тот момент, что в самой стране после этого всего, в самой стране ситуация станет хуже. Вы исключаете так? Хуже, чем есть? Хуже, чем есть. Я не думаю, что станет хуже, чем есть. То есть вы считаете, что мы уже достигли дна, то есть невозможно... Смотрите, вот смотрите, мы самая нищая страна в Европе. Нет, давайте... Нет, это не лозунг, я хочу вернуться к вашему ответу. Мы самая нищая страна, с самыми бедными людьми и с самым высоким рейтингом, не рейтингом, а процессом депопулизации. Да, сегодня опять с этой новость пришла. Знаете, почему эти люди уезжают отсюда? Многие из них в рабство, современное рабство уезжает. В Европу, повсюду. Это называется современное рабство вообще. Они уезжают, потому что они не верят, что в Молдове, что в Молдове может быть что-то лучшее. Вот нашей позиции мы не делаем хуже, а мы даем веру этим людям, что политики могут быть другими. Вот я поняла, в чем ваша проблема, господин Голля. Проблема в том, что вы вот все это время, вы говорите политики, политический класс новый, но вы совершенно не говорите, а как будет в стране. Вот самой, не политическому классу, мы пришли новые. Мы должны дать веру людям. Я же вас выслушала, я понимаю, да, я понимаю. И вы все время говорите, что что вы выигрываете? Мы покажем, что есть новый политический класс. А то, что будет в стране, получается, что блоку АКУ на сегодняшний день не так интересно. Главное, что они покажут, что пришли новые люди. Нет, это неправда. Мы будем работать на благо страны в парламенте, потому что это работа. Владимир Иванович, может быть хуже в результате вот такой позиции, что вот в стране вот непонятность вот какая-то вот может такое случиться? Конечно, может быть хуже. Я не думаю, что сегодня досрочные парламентские выборы, они нужны кому-то из тех, кто вошел сегодня в парламент. А особенно, кстати говоря, самому населению. Потому что население сегодня уже по отношению к выборам, знаете, вот общаясь с людьми, есть не просто усталость, а уже просто нежелание. Вот представьте себе, произойдут досрочные, будет ситуация, что необходимо будет идти на досрочные выборы. А вот при такой позиции Акум и дай бог, чтобы те, которые занимаются политической коррупцией, не смогли собрать своими известными методами это большинство. Кстати говоря, президент очень четко и жестко заявил, если это большинство парламентское будет собираться таким же образом, как в прошлом парламенте, он не выделит ту кандидатуру, любую кандидатуру, которая будет предложена этим большинством. И, кстати говоря, решение Конституционного Суда, на которое многие ссылаются, оно относится к президенту, что обязанность его, относится к президенту избранному парламентом, но не президенту избранным народом. То есть у президента избранным народом такой же уровень легитимности и доверия от народа, как и у парламента. То есть он может выдвинуть свою кандидатуру. Но в любом случае, кандидатура от того большинства, которая будет сформирована таким образом, как было в прошлом ушедшем парламенте. А премьер-министр, про что вы говорите? Не фракции. Про что вы говорите? Сейчас иметь в виду, как будет сформировано. Большинство. Да, конечно. Про формирование большинства. Я имею в виду большинства. То вот в этом случае может уступить ситуация, что будут досрочные выборы. И люди просто, вот эта вот самая депопуляризация, она еще больше увеличится. Люди еще больше разочаруются и уедут. И в таком случае, знаете, наступит время уже не поговорки Бисмарка. Потому что эту часть, этой поговорки мы, к сожалению, не смогли или не сможем реализовать, если будем вот по такому пути идти. Тогда наступит другая поговорка, что сожалеть о том, что не сделал, всегда можно. Но в то же время это всегда бесполезно, потому что это уже произошло. Ты чего-то не сделал того, что ты мог сделать в тот момент. Проявить ту самую гибкость, о которой говорил Бисмарк. Поэтому вот здесь, я думаю, что надо об этом подумать. И вот это будет тогда действительно воспринято народом. Вы знаете, мне кажется, что хуже может быть, и вы, наверное, все-таки понимаете, что может быть хуже. Потому что после этой предвыборной кампании реальное состояние нашего бюджета, вот на самом деле, очень хочется узнать. Сегодня я говорила с экономистом, он говорит, далеко вот все не так безоблачно. И вот все то, что обещала власть, это совершенно не факт, что так и будет. И я сейчас говорю о возобновлении финансирования. У нас заморожено финансирование, да, европейцев? Ну конечно, у нас самый низкий уровень был в прошлом году. Понимаете, а может быть еще хуже. То есть с нами вообще переговоры никто не будет вести. Может быть, господин Боля. И для этого необходимо, чтобы предпринимали усилия те люди, которые понимают эти вещи. А мне почему-то кажется, что как раз вот здесь у вас есть люди, которые это понимают. Знаете, что еще говорят? Просто-напросто, понимаете, как вот о ком сознательно выбрал себе такой путь? Мы уходим в оппозицию. Вот кто бы что ни предложил. Вот иногда кажется, что даже пакетом предложи там. Вот давайте спикер ваш. Нет, мы должны все-таки пойти в оппозицию. И вот уже злые языки говорят так. А может быть, просто не готовы к власти? Не может быть. Не может быть. Ну давайте развенчивайте этот миф, а я вас послушаю. Ну в смысле, что я должен развенчиваться? Ну почему готовы? Вы же говорите, что не готовы. Потому что у нас очень сильные люди, которые профессионалы в своем деле. Но мы не готовы идти на какие уступки, что касается и европейского нашего вектора развития. Это да. И торгового нашего соглашения с Евросоюзом. Потому что по результатам, я не знаю, 2018 года, уже статистическая еще не дала вот эти результаты. По результатам 2017 года наш экспорт в Евросоюз 2,4 миллиарда. 2,4 миллиарда. И мы его должны развивать. Мы ничего не используем из тех благ, из-за того, что мы не проводим реформы на уровне государства, из тех благ, которые мы могли бы получать по торговому соглашению с Евросоюзом. Мы их вообще не получаем. Мы говорим о деньгах, об деньгах не об кредитах, а о деньгах, которые мы должны и могли бы получать для того, чтобы развивать страну. В принципе, у нас есть огромное количество людей, которые могли бы быть вовлечены в деятельность, но в настоящую деятельность по развитию государства. Не мнимую, не просто в игру про развитие и про государство. То есть вы считаете, что у вас есть профессионалы и порядочные люди? У нас есть. Они живут в Молдове. В Молдове огромное количество хороших и профессионалов, и людей, которые умеют и хотят работать. Но, учитывая то, что в Молдове нет правового государства, и никто не назначает на должности людей, которые достойно занимают должность министров, премьер-министров, а не назначают каким-то путем политическим по ночам, то у нас имеется тот результат, который имеется на сегодняшний день. И это недопустимо. Если мы этого не изменим, я всегда говорю, Иисуса Христа пригласим сюда и поставим главу нашего правительства, и он ничего не сделал, потому что сама по себе система полностью ни к чему хорошему привести не может. Понимаете? Если мы не видим в корне, что надо менять всю систему, а мы хотим просто ее вытереть от пыли, то мы вообще ничего не понимаем. Спасибо. Со словами я согласен. Нет, просто стали там проще у них были. А действия надо согласовывать. А действия будут в парламенте, господин Сурканов. Я вам обещал, и обещаю дальше, и от своих коллег тоже. Я могу себе позволить, все, что будет на благо Молдовы, вы будете иметь нашу поддержку. И мы рассчитываем с вашей стороны на такой же. Понимаете, в чем проблема? Вот я вам сейчас скажу, в чем проблема. В том, что каждый будет считать, что именно это на благо Молдовы. Понимаете? И вы будете считать, что вот этот законопроект... А потом один увидит вот такой путь, а другой увидит цель та же самая, а другой увидит другой путь. И всегда можно будет отказаться, сказать, мы не голосуем, это не на благо Молдовы. Будет уходить бесполезное время, уходить на то, чтобы вот эти все проволочки юридические, потому что они очень серьезные. Вы не забывайте, что есть Конституционный суд. Какой это суд? Мы все знаем. И вот если эти проволочки юридические не будут правильно преодолены... Господин Цурканов, вот вы были парламентарем, сейчас вы тоже парламентарем, мы стали коллегами. У меня вопрос. Вот вы верите, что с этим генпрокурором, с этим Конституционным судом, с этими судами нашими захваченными, назначенными, можно хоть что-то сделать в Молдове? Ведь практически ничего невозможно. Но ничего. Демпартия в любой момент, любой закон может опротестовать в Конституционном суде. И декларировать все, что угодно неконституционным, неправильно, потому что они так считают. Ведь этот вахханалий считается вообще. Это же не правовое государство. Вот вы сами перед собой поставили, вы вроде бы передо мной, но вы поставьте этот вопрос перед собой. И вот скажите, каким образом вы собираетесь, без того, чтобы все-таки найти в этом смысле ту почву для нашего обсуждения и для поиска этих выходов, каким образом вы собираетесь преодолеть вот эту вахханалию? Борясь и работая. Борясь и работая. Но это слова. Нет, но не слова. Вы мне извините, но это слова. Да, я понимаю, о чем вы говорите, но это не просто слова. Все дело в том, что на сегодняшний день из всех политических партий, которые пришли, мы про Шора вообще ничего не говорим. Это вообще чудовище. Да, это предаток известный кому. Это непонятно, что это за формирование такое. Ну ладно. Это опухоль, политическая опухоль Молдовы. Понимаете, когда... Но при этом не должны обижать тех людей, которые за них проголосовали. Нет, я говорю про партию. Проголосовали люди голодные и обездоленные. Вот, к сожалению. И этим цинично воспользовались. Потому что наша страна это вообще... Ну люди за Монако проголосовали. А на утро они проснулись, понимаете, они говорят, а у вас Молдова дорогие. Или в социальный магазин и все остальное. Я просто понимаю так, что вы думаете о тех действиях, которые могли бы предпринять окумовцы, да, вот в последнее время. То есть сесть все-таки за стол переговоров, чтобы начать какой-то диалог. Это ведь не поздно или поздно? Ну, в любом случае наше предложение, да, мы получили отказ. Но это не означает, что мы же не собираемся, как говорится, это не вариант. Пришел парень к девушке или девушка к парню, получил отказ, ну все, тогда я пойду, значит, дальше кому-то искать. Нет, мы все-таки надеемся, что разум, прагматизм и самое главное желание добиться поставленной цели все-таки возобладают. Потому что в моем понимании тот путь, который на данный момент избрал Акум, есть контрпродуктивный. Абсолютно. И он в данном случае играет на руку именно тем партии. Потому что они с удовольствием услышали, что вы отказались. Смотрите, буквально сразу же поступило предложение господина Канду. Нет, ну давайте все-таки вернемся, вот мы вам даем должность премьер-министра и так далее. Нет, понимаете, в чем, мне кажется, разница в подходах? Это то, что социалисты говорят, давайте сядем и будем хоть что-то обсуждать, и мы там к чему-нибудь с вами придем. А что говорят представители блока Акум? Они говорят, мы ничего обсуждаем, у нас есть своя повестка. Мы поставим перед фактом, мы поставим перед фактом. Понимаете, понимаете, секундочку, дай-то я запончу. Понимаете, вот путем таких ультиматумов, то есть вы или с нами, или все. Понимаете, или вот как-то нельзя ничего добиться. Надо все-таки садиться и для начала говорить. Я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, у нас была предвыборная кампания, в которой мы говорили правду. Сейчас мы эту же правду говорим. Выдвинув те будущие законопроекты, те предложения законодательного характера, это уже к нашим коллегам-социалистам. И в принципе, для того, чтобы хоть какое-то доверие появилось нам, потому что на сегодняшний день они должны это... Ну, а мой взгляд, если так вот на самом деле верить, верить вашим пожеланиям, то хотя бы даже вот эту повестку и вот эти законопроекты, которые вы предлагаете, нужно хотя бы сесть и поговорить. Может быть, они дополнят ваши законопроекты. Ну, я думаю, что стоящие в парламенте в ковиде. Вы даже это не хотите. Вы знаете, мы на этом этаже даже не сможем сформировать рабочие органы парламента. Да. Элементарная вещь. Мы даже это не сможем сделать. Ну и потом, Владимир Иванович, на самом деле, может быть, не все там новоизбранные депутаты понимают саму вот эту кухню, потому что она достаточно сложная. Еще уже там столько поправок было принято. Вы понимаете, вы когда столкнетесь с тем, что в парламенте, вы идете к микрофону и говорите, я выдвигаю законопроекты. А потом вы увидите, что в зале все улыбаются. А знаете почему? Потому что вас отошлют к тому, чтобы вы его разработали. Он прошел через все комиссии. Правда, Владимир Иванович? Понимаете, еще вот, и вам нарисуют такой... Чтобы было постоянное бюро, которое включит повестку дня. А этого всего нет. Комиссии нет, бюро нет, представители нет, заместители нет. Вот поэтому нельзя говорить, мы или голосуем, или не голосуем. Для того, чтобы хотя бы это поставить на голосование, должно пройти куча времени. Серьезно, вот без всякого. То есть вас, и причем законодательно, ведь нельзя же с беззаконием бороться беззаконием. Надо четко идти, безусловно. Хорошо. Может быть, зря, Владимир Иванович, вот так вот социалисты реагируют на отказ о коме. Может быть, не с ними надо говорить об их позиции. Может быть, это не совсем так вот их позиция. Господин Боля, как человек порядочный, сейчас будет говорить, что это их позиция, и все, и она у них выстрадана, вымучена. А я вот такая вредная спрошу, а может быть, это позиция их западных партнеров или Соединенных Штатов, которые решили, что настало время, чтобы в Молдове было так. Ну, а понимаете, а может быть, они рассуждают по-прежнему еще стереотипу, что уж пусть лучше будет так, чем, допустим, поможем социалистам каким-то образом прийти во власть. Я это тоже, кстати говоря, не исключаю, такой подход, значит, со стороны тех, кто советует, ну, тому же АКУМ. Я это тоже не исключаю. Но в этом случае это все равно вот то, с чего мы начали. Давайте мы вернемся к тому, что, а что нужно нашему государству и нашему народу? Слушать советы со стороны или вот давайте все-таки мы что-то будем решать? Причем советы со стороны, они ведь тоже, а может быть, они хотят испытать напрочность, я не знаю, кого-то или что-то еще, знаете, выдержать до последней. Поэтому мы в этом случае будем сохранять спокойствие. Ни в коем случае. В политике вообще нельзя поддаваться эмоциям. И был один министр иностранных дел СССР, который говорил, никогда не говори никогда. Хотя его уже называли мистер нет. Мистер господин Громойко. Да, его называли мистер нет. Он всегда говорил нет, но при этом говорил. Так и было. Но никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Поэтому я думаю, что в этом смысле еще не наступил тот самый вечер, после которого не наступит утро. Но просто время, оно дорого. Давайте спросим господина Боля, были ли у них консультации с западными партнерами? Конечно, нет. Нет. Даже не говорили ни с кем. И они не пытались после выборов с вами встретиться, пообщаться. Как-то ничего такого. То есть это стопроцентно ваша позиция? Конечно. Безусловно. Хорошо. У нас время показывает, что вышло. Ну, если подвести итоги голосования, то Владимир Цуркан 489, Владимир Боля 62 голоса. Вы знаете, у нас это уже повыше, чем было. Ну, вот все равно пока, к сожалению, ваша позиция большинство не разделяет. Спасибо всем. Всегда есть шанс, да, что время пройдет и будут приняты какие-то... Никогда не говори никогда. Да, никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда. Вот будем приходить на передачу, пока не проголосуют больше. Да вы знаете, если бы это послужило, как бы сказать, в делу формирования какого-то общего взгляда, я готова предоставить эту площадку. Мы сейчас говорим не о коалифе, мы сейчас говорим хотя бы о проведении предварительных консультаций и согласований. Готовы, готовы. Приходите, говорите и будем рады. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо за приглашение. Спасибо. Это была программа «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»